МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом, а это значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии Максим Дудников и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Превышение эпид-порога по ОРВИ регистрируется в восьми муниципалитетах Приморья. А журналисты восьмого канала узнавали, какие методы профилактики и лечения предлагает сегодня отечественная медицина. Мне было интересно узнать о том, что наша современная отечественная медицина может предложить такие аппараты, которыми пользуются как врачи, так и обычные люди, например, я. Безопасность прежде всего. Краевой этап всероссийских соревнований по основам безопасности жизнедеятельности прошел в Приморском крае. Ребята подготовлены, все этапы выполняют отлично. Сестренки-шоу. В утреннем эфире радио ВИБИСИ стартовал новый проект, наполненный островными шутками, розыгрышами призов и интересными встречами. Сестренки-шоу – это шоу, где две девочки, которые являются вашими друзьями, рассказывают о том, что происходит в стране, в мире, в городе. Что еще? Вы такие же, как братишки, только очень красивые. Также в выпуске. Новые меры социальной поддержки медработников поэтапно начинают действовать в Приморье. И еще расскажем, молодые мамы в Приморском крае получат выплаты за первого ребенка. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Конкурсная комиссия завершила накануне прием документов на замещение должности главы Владивостока. Как сообщается на сайте Думы города, в конкурсную комиссию поступил 51 пакет документов. Среди желающих возглавить администрацию Дальневосточной столицы предприниматели, местные артисты, депутаты и их помощники, адвокат, электромеханик, слесарь, инженер, пенсионер, экономист, специалист по тендерам, врач-нейрохирург, научный сотрудник Дальневосточного отделения РАН. Документы на конкурс подал и действующий градоначальник Олег Гуменюк. Напомним, Дума Владивостока объявила конкурс на замещение должности главы города с 29 января. Документы претендентов принимались до 11 февраля. В составе конкурсной комиссии представители Думы Владивостока и губернатора края. Конкурс проводится в два этапа – проверка документов и собеседование. В итоге будут отобраны как минимум два кандидата, которых представят в Думе. Заседания конкурсной комиссии назначены на 12 марта и 18 марта. А сессия Гордумы, на которой депутаты определятся с главой города, запланирована на 28 марта. Долги бывшим работникам оборонного завода «Радиоприбор» во Владивостоке составляют свыше 300 миллионов рублей, сообщил заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев. Напомним, сложная финансовая ситуация на «Радиоприборе» возникла в конце 2014 года. Сейчас в отношении завода идет процедура банкротства, продается имущество, чтобы выплатить долги работникам. По словам Игоря Ткачева, в настоящее время задолженность в ДФО сохраняется в размере более 1 миллиарда рублей. Половина этой суммы приходится конкретно на Приморье. В Крае за год полторы тысячи человек привлечены к разным видам ответственности за нарушения прав работников. По материалам проверки прокуроров возбуждено 12 уголовных дел. В то же время в прошлом году, благодаря работе Краевой прокуратуры, долг по заплатам в Приморье удалось погасить на сумму более 470 миллионов рублей. По-прежнему особого внимания требует вопроса оплаты труда работников бюджетной сферы, организации жилищно-коммунального и оборонно-промышленного комплексов, градообразующих предприятий. Пневмония в Приморье унесла жизни уже 10 человек. С начала текущего года зарегистрировано около 3 тысяч заболевших. Об этом на совещании в Законодательном собрании Приморского края сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Дитковская. Наибольшее количество заболевших в городах Владивосток находка Уссурийск и Арсеньев. В то же время в этом году период заболеваемости ОРВИ и гриппом начался на две недели раньше предыдущего сезона. За январь заболеваемость регистрировалась на 17% выше среднемноголетних показателей. Среди заболевших 74% это дети, 26% взрослые. Превышение эпид-порога регистрируется в 8 муниципалитетах края. Во Владивостоке, Спаскидальнем, Партизанский, Октябрьском, Михайловском, Партизанском, Анучинском и Ханкайском районах. Доминирует в этом году вирус гриппа H1N1, то есть так называемый свиной грипп, на долю которого приходится 95% заболевших. С начала года зарегистрировано два летальных случая от гриппа. Во Владивостоке и Ханкайском районе. Из-за сложной эпидемиологической ситуации полностью приостановлена деятельность четырех школ в Дальнегорске, Анучино, Ольге и Кировском районе, а также в восьми детских садах в Артеме, Анучинском, Кировском, Ольгинском и Спасском районах. Представители Департамента здравоохранения отметили, что сейчас все больницы края обеспечены противовирусными препаратами, антибиотиками, необходимыми медицинскими изделиями, в частности масками, а также аппаратами искусственной вентиляции легких. Сейчас приморские законодатели ждут от специалистов в сфере здравоохранения предложений, которые помогут предотвратить повторение такого сценария в следующем году. А тем временем журналисты «Восьмого канала» решили узнать, какие методы профилактики и лечения предлагает отечественная медицина. В рамках проекта «Попробуй на себе» мой коллега испытал аппараты компании «Еломед» научно-технического центра Елатомского приборного завода. Все подробности в нашем следующем сюжете. Несмотря на то, что зима во Владивостоке выдалась теплой, риск заболеть. Тем же насморком от этого не уменьшается. Сегодня я приехал в санаторий «Сахарный ключ», чтобы в рамках проекта «Попробуй на себе» узнать, какие новые способы лечения предлагает современная отечественная медицина. А предлагает она, как оказалось, немало. Как правило, это проверенные и научно обоснованные методики, в фундаменте которых лежат целые области медицины. Одной из таких областей является физиотерапия. И флагман в этом направлении – компания «Еломед». Научно-технический центр Елатомского приборного завода вот уже больше 15 лет разрабатывает, тестирует и внедряет в серийное производство новые устройства. Некоторые из них корреспондент «Восьмого канала» Дмитрий Беломеснов испытал на себе. А помогала ему врач-физиотерапевт Елена Бянкина. Нас встретила Елена Михайловна, добрая, отзывчивая женщина, которая рассказала о разных способах и методах лечения. На улице зима, период холодов, активации вирусной инфекции. И поэтому очень актуально иметь в арсенале доктора не только лекарственные препараты, но и эффективные отечественные разработки физиоаппараты. Самым интересным оказался аппарат «Мультилор», который заменяет врача, который лечит ухо-горло-нос. Из названия понятно, что он используется для лечения как острых заболеваний верхних дыхательных путей, это танзелиты, орви, риниты, так и хронических. Хронический гайморит, францит, отит. В аппарате используются три методики воздействия. Тепловая, импульсная, световая и магнитная. Была очень интересная, такая смешная, забавная часть аппарата, которая цепляется на нос. Несмотря на мой странный внешний вид, это часть аппарата «Мультилор», который лечит мой насморк прямо сейчас. На самом деле действие от него приятное, тёплое. Тепловое воздействие улучшает обращение слизистой оболочки, соответственно, уменьшается воспаление в органе, нормализуется обмен веществ, уменьшается отёк слизистой оболочки, таким образом улучшается самочувствие. Очень приятное ощущение, потому что тепловые волны проникают мне в нос, и я уже чувствую, что насморк отступает. Аппарат удобен и тем, что он безвреден и безопасен для детей, то есть от одного года и могут пользоваться маленькие дети. Он очень прост в использовании, то есть просто пришёл, проконсультировался с врачом, а в дальнейшем уже сам, без помощи врача. После прищепки я уже вошёл в роль врача, начал сам себя лечить, взял этот аппарат мультилор и уже, так знаешь, осознанно начал водить его по горлу, засовывать в нос, в ухо. Врач за этим наблюдал и давал мне свои советы. После того, как я протестил мультилор, уже в разговоре вне камер Елена Михайловна рассказала про ещё один аппарат, который называется Алмак+. И тут я уже подробно решил узнать о нём, то есть как он применяется, какие способы лечения, что вообще со мной будет происходить. Это современный аппарат, предназначенный для лечения суставов. Спектр его очень широк. От остеохондроза и остеоатроза до лечения межпозвоночных грыж и даже травм опорно-двигательного аппарата. Я вспомнил то, что у меня есть проблемы с шеей, и мы решили его тоже испытать на мне. Если хотите, давайте вас поречим с помощью аппарата Алмак+. И попробуем на вас эффект магнитного поля. Да, давайте перейдём от слов к делу. Да, хорошо. На самом деле, когда я только лёг, и мне начали устанавливать этот аппарат, я думал, что всё равно я буду чувствовать какие-то вибрации, возможно, может быть, тепло какое-то или покалывание, пощипывание. Прошло 20 минут. За всё это время я не чувствовал, как работает аппарат. Но, как мне сказали, это нормально, так и должно быть, потому что человек, нормальный человек, не чувствует магнитного поля. Аппарат использует импульсное магнитное поле. Таким образом, поскольку магнитное поле – это абсолютно естественное поле для человека, мы все находимся постоянно под воздействием магнитного поля, то и параметры данного магнитного поля, используемого в этом аппарате, они максимально приближены к естественным для человека. После первого применения сразу результатов ты не почувствуешь. То есть нужно как минимум 8-9 ещё процедур, и потом уже будет стопроцентный результат. Но, тем не менее, процесс запустился, он пошёл. Кровопрощение улучшается, отёки уменьшаются, воспаление уменьшается, улучшается трофика ткани. Но надо пройти курс. Мне было интересно узнать о том, что наша современная отечественная медицина может предложить такие аппараты, которыми пользуются как врачи, так и обычные люди, например, я. Тем временем новые меры социальной поддержки медработников поэтапно начинают действовать в Приморье. Ежемесячную доплату к заработной плате в размере 10 тысяч рублей начнут получать молодые врачи. Как сообщили в Департаменте здравоохранения, подписано постановление, которое утверждает порядок ежемесячной выплаты молодым врачам-специалистам. Они положены тем, кто начал работать в медорганизациях в течение одного года после окончания обучения в ВУЗе. Подъёмные в размере 10 тысяч рублей молодые врачи будут получать до достижения пятилетнего стажа непрерывной работы по специальности. К слову, это уже вторая социальная мера поддержки медицинских работников в Приморском крае, которая начала действовать в регионе за последние два месяца. С декабря прошлого года медработники края получили возможность компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг. Это стопроцентная компенсация на селе и компенсация в размере полутора тысяч рублей в городах. С текущего года предусмотрены единовременные выплаты специалистам до 700 тысяч рублей, а также компенсация за съёмное жильё до 20 тысяч рублей в месяц. Краевой этап всероссийских соревнований по основам безопасности жизнедеятельности прошёл в Приморье. Участниками мероприятия стали победители муниципальных олимпиад. За первые места боролись ученики старших классов всего региона. Как отметили организаторы, сотрудники МЧС, ребята отлично справились со всеми теоретическими и практическими заданиями. Ну а все подробности расскажем далее. Уметь грамотно действовать в любых экстренных ситуациях. Сотрудники МЧС считают, что детей необходимо учить этому с самого раннего возраста. Для этого в школах существуют уроки ОБЖ. Многие школьники не просто проявляют большой интерес к изучению этого предмета, но и участвуют в различных соревнованиях и конкурсах. Они получили задания здесь и сейчас и приступили к выполнению. Если есть знания, покажут. Нет, конечно, пока на данный момент уровень оценивается довольно-таки высокий, исходя из тех заданий, которые им предстоит выполнить. Всероссийский этап Олимпиады по ОБЖ прошел в Дальневосточном государственном гуманитарно-техническом колледже. Участниками мероприятия стали победители муниципальных олимпиад. Ребята приехали не только из Владивостока, но и различных уголков Приморья – Большекаменского, Лесозаводского, Спасского, Дальнереченского городских округов, Лазовского, Кавалеровского, Октябрьского, Черниговского и Надеждинского муниципальных районов. Боролись за первые места 29 учеников 9-х и 11-х классов. Ребята подготовлены, все этапы выполняют отлично. Самая интересная часть Олимпиады – практическая. Школьники соревновались в проведении спасательных работ на воде, оказывали помощь условно терпящему бедствию плоту с туристами, оказывали и первую помощь пострадавшим с остановкой дыхания и травмами. Еще одно задание – раскладка костров различными способами, такими как шалаш, колодец, звездный, нодья и камин. Ребята состязались в преодолении зоны химического заражения, в вязании узлов, в определении высоты и ширины объектов различными способами, снаряжали магазин пистолета патронами и стреляли по мишени. Как отметили по итогам Олимпиады сотрудники МЧС, ребята показали хорошие знания и навыки и в практике, и в теории. И поэтому с большой вероятностью смогут спасти жизнь себе и окружающим в чрезвычайной ситуации, а также достойно представят Приморье на Всероссийской Олимпиаде по ОБЖ. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой Молодые мамы в Приморье получат выплаты за первого ребенка. Владивосток признан одними из самых романтичных городов России. Приморцы сняли на видео амурского тигра в зимнем лесу. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра САНОС. Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемое повреждение. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Молодые мамы в Приморье получат выплаты за первого ребенка. Владивосток признан одним из самых романтичных городов России. Приморцы сняли на видео амурского тигра в зимнем лесу. В парламентарии Края единогласно в трех чтениях приняли законопроект, посвященный социальной поддержке семей. Согласно ему, в Приморье устанавливается единовременная выплата при рождении первого ребенка. На выплату размером не менее 50 тысяч рублей могут претендовать молодые мамы от 18 до 25 лет, родившие первенца или планирующие его появление в семье уже в этом году. А те, кто перешагнул 25-летний порог за первого ребенка, получат выплату в размере чуть более 27 тысяч рублей. Многодетные семьи получат не только федеральный, но и региональный материнский капитал. Стоит также отметить, что новый закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования, а действует уже с 1 января текущего года. То есть 50 тысяч рублей получат все жительницы Приморья от 18 до 25 лет, кто родил или родит первого ребенка в 2019. Заявление необходимо подать не позднее 6 месяцев со дня рождения малыша. Данный закон утвержден губернатором Приморья и подготовлен по поручению президента, являясь частью демографической политики, проводимой в стране. В Владивосток попал в топ-5 самых романтичных городов России, популярных среди путешественников. Соответствующий рейтинг составило известное аналитическое агентство по итогам интернет-опроса. Отметим, что романтический туризм в России включает туры и самостоятельные поездки вдвоем на выходные и праздничные дни и составляет более 5 миллионов путешествий в год. В итоге самыми романтичными городами России признаны Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Казань, Москва и Екатеринбург. За Санкт-Петербург, как самый романтичный город России для путешествий, отдали 60% голосов. За Сочи и Владивосток по 9%, за Казань 7%, за Москву и Екатеринбург по 5%. Туристский кластер «Изумрудная долина», расположенный в Уссурийском городском округе, получит краевую поддержку. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяка по итогам посещения объекта. Отметим, что это единственный на данный момент туристский объект в крае, получивший премию правительства России. На территории в несколько десятков гектаров авторы проекта стремятся воссоздать разные периоды истории Приморья. От первобытных племен и средневековых государств до этапа освоения края в начале прошлого века. Здесь уже построен русский острог с усадьбами, создан парк исторических реконструкций, работают тематические развлекательные площадки. Олег Кожемяка пообещал, что в этом году почти 2 километра дороги, ведущие в «Изумрудную долину», покроют асфальтом. Глава региона также поручил разработать проект дальнейшего развития кластера и представить его руководству для решения вопроса о предоставлении краевых средств. Подчеркнуто, что основной упор в деятельности парка должен быть сделан на реализацию образовательных проектов для школьников и развития туризма. В феврале премию «За верность науке» получила от Министерства образования и науки России глобальная просветительская акция «Открытая лабораторная». «Лаба», как называют ее в народе, поможет вспомнить все, откуда мы произошли, как устроена природа и как работает техника. Проверить, как ваша картина мира связана с его реальным устройством, можно с лучшими учеными России и мира. В очередной раз викторина прошла во Владивостоке 9 февраля на нескольких площадках. На одной из них побывала и съемочная группа Восьмого канала. Анна Бережная продолжит тему. Утро выходного дня, но некоторым особенно пытливым умам недосна, ведь они хотят испытать на прочность, нет, не свою волю, а, естественно, научную грамотность. «Открытая лаборатория-2019» — ежегодное мероприятие, и многие из участников здесь не впервые. Вопросы заставляют апеллировать к самым разным знаниям — от физики и химии до истории и бытовых наблюдений. Почему именно такие вопросы, съемочной группе рассказал один из организаторов. Вопросы в основном у нас были естественно-научного характера. А почему такие вопросы? Потому что эти вопросы сочетают в себе как научность, определенную проверку знаний людей, а в то же время они очень интересные. Побеседовав с организаторами, мы узнали, что «Открытая лабораторная» — акция не только просветительская, но и глобальная. В 2019 году охват лабы по миру составил более 30 стран. По задумке авторов, каждый участник может не просто пройти тест, но и при желании оспорить результат, поучаствовав в дискуссии с учеными-авторами вопросов. Стоит заметить, что для участия можно не только регистрироваться заранее и проходить в один день со всеми, но и просто зайти на официальный сайт «Открытой лабораторной». К слову, в начале февраля «Открытая лабораторная» получила от Министерства образования и науки России премию за верность науке. Но зачем вообще знать много и участвовать в таких тестах? Ведь в наше время каждый планирует свою жизнь заранее и думает, что точно знает, что ему пригодится в жизни. Мы не знаем, что нам пригодится в жизни на самом деле. Вот я по образованию инженер, а работаю в области химии. То есть, пригодится в основном всё, а быть эрудированным и знать многое — это всегда полезно. Пройти лабу онлайн или записаться на официальный этап каждый решает сам. Однако в последнем случае участник, отличившийся эрудицией, может надеяться на приятные бонусы и даже призы. Стоит отметить, что мероприятие ежегодно проходит в десятках городов России. А во Владивостоке площадкой для него стал как Центр содействия молодёжи, так и Дальневосточный федеральный университет. Анна Бережная, Евгений Черёмухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. В феврале в утреннем эфире радио ВИБИСИ стартовал новый проект «Сестрёнки-шоу». Ведущие Катя Дёмина и Ляля Булавина приглашают интересных и, что самое главное, полезных гостей. Разыгрывают призы и остроумно шутят. Все подробности расскажет Дмитрий Беломеснов. За новый проект на радио ВИБИСИ с не по-женски крепкой хваткой взялись ведущие Катя Дёмина и Ляля Булавина. Девушки не только обаятельны и дружелюбны, но и остры на язык. Слушателям с ними надо держать ухо востро. Хотя бы потому, что каждый эфир обещает быть по-настоящему захватывающим. И пропускать его строго не рекомендуется. «Сестрёнки-шоу» — это шоу, где две девочки, которые являются вашими друзьями, рассказывают о том, что происходит в стране, в мире, в городе. А что ещё? Мы такие же, как братишки, только очень красивые. Гости к нам приходят самые интересные. Самое главное, чтобы им было что рассказать. То есть любая информация, которую они несут в эфире, должна быть прикладного характера. То есть всё, что мы рассказываем, это можно внедрить в жизнь и сделать свою жизнь чуточку лучше. Вот так мы и работаем. Я всё время молчу, она всё время разговаривает. В этот раз тема эфира — коррекция веса, в том числе и психологическая, и правильное питание. Делились с радиослушателями секретами и советами представителей медицинского центра ДВФУ. Затронули актуальные и волнующие вопросы. Как начать правильно питаться? Как лучше употреблять еду? Какими порциями? Действительно, за три часа до сна кушать не нужно. Но это не значит, что если вы ложитесь в три часа ночи, нужно кушать в 12 часов. Не нужно ложиться в три часа ночи. Если у человека сменный график работает, то нужно вот тут уже точно обратиться к специалисту и подработать свой график питания. Когда ночью не спишь, это всё равно не значит, что нужно очень много есть. Сестрёнки есть и в Инстаграме. Несмотря на то, что проект стартовал совсем недавно, следят за шоу и участвуют в конкурсах уже более полутора тысяч подписчиков. Отметим, что в шоу много рубрик. Например, «Факт Ю» — подборка нетривиальных новостей. Или, ну и гаджеты о новинках техники, телефонах, разных современных девайсах и так далее. Ну и, конечно же, интерактив со слушателями. Для меня лично это шоу отдушено. Потому что с Катей мы знакомы уже давно. Я ещё ходила в школу, она уже была взрослой женщиной. Мы познакомились, задружились. Она выросла на моих эфирах, так говорят. Хотя выгляжу я лучше, правда? Вот, посмотрите. Ну, это фотомонтаж, на самом деле, всё по-другому. Для меня это тяжёлый труд. Вот она отдыхает, а я работаю. Это сразу видно, да? Вот, поэтому Лялечка, она молодец. Она вот, она лёгкая. Она молодая. Она позитивная, она молодая. Она моложе меня всего на три дня практически. Но всегда это подчёркивает в эфире. Амбиции у сестрёнок масса. Действительно ли они такие крутые, как о себе заявляют? Слушайте сестрёнки шоу на Ви-Би-Си и сами всё поймёте. Неизвестно, когда будет идти этот сюжет по телевидению, во сколько вы попадёте на него. Но если вдруг это будет с 8 утра до 11 дня по будням, я вам рекомендую сделать следующее. Выключайте здесь звук, включайте 101,7 FM и по вас, пускай у вас начинается настоящее раздвоение личности. Там и тут их показывают, там и тут они говорят. Вашу маму и там и тут передают. Вы кто? Сестрёнки! Какие сестрёнки? Где моя жена? Сестрёнки шоу. Твоё лучшее утро. На Ви-Би-Си. Дмитрий Беломеснов, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Приморцы сняли на видео амурского тигра в зимнем лесу. Люди находились в машине, когда заметили пробирающегося между сугробами хищника. Тигр тоже обратил внимание на автомобиль. Остановился и замер на поваленном дереве. В итоге к людям тигр не приблизился. И приморцы не рискнули выходить из машины. Сделали несколько кадров и уехали. Звука у видео нет. Его отключили ввиду ненормативной лексики, выражающей крайнее удивление. Говорится в подписи к посту. Как отметили сотрудники центра «Амурский тигр» в своём инстаграме, и тигр, и люди повели себя нормально. Тигр, поняв, что затаиться за сугробом не получится, как красивый и гордый зверь, вышел и притворился деревом. Пошутили специалисты центра. Далее о спорте. Уникальное достижение в области российского буерного спорта заработал владивостокский яхтсмен. 22-летний Антон Диденко завоевал бронзу первенства мира и заодно стал чемпионом Европы. Крупные соревнования среди буеристов проходили в Польше. О том, как приморцу удалось записать себя в историю, расскажет Максим Яковлев. Молодого яхтсмена Антона Диденко в аэропорту встречают не просто как победителя, а как уже своего рода легенду. 22-летний спортсмен до этого был одним из лучших рассекателей льда под парусами в России. Теперь же Антон во Владивостоке в статусе бронзового призёра мира и чемпиона Европы по буерному спорту. Это самые высокие результаты, которых достигали российские спортсмены в данном виде спорта. На Владивостоке снег отключили за неуплату, и для буеристов это очень здорово, потому что акватория нашего залива, на которой они тренируются, она бесснежная, то есть чистый лёд, и Антон получил хорошие тренировки. Но он вообще целиструмлённый, очень такой наш парняга, вообще просто заточенный. Международные соревнования проходили в Польше. Туда съехались десятки топовых спортсменов со всех уголков мира. Приморье представляли и другие молодые буеристы, но свезло только Антону. Хотя по ходу ледовых гонок однозначным лидерством яхтсмен не обладал. Непростые погодные условия и сложная трасса добавляли проблем. Там намного теплее, очень жидкий лёд был, ну как жидкий, как каша, да. То есть он утром был замёрзший, к обеду был плюс, и всё таяло, и очень слабый был ветер. Шли снега, долго не могли найти условия, подходящие для соревнований. Переезжали там сначала 800 километров, переехали в одно место, потом вернулись обратно, откуда уехали. Антон своими двумя наградами, возможно, сам того не осознавая, произвёл настоящий фурор не только в Приморье, но и в России. Ведь до этого на мировом пьедестале красовались только самые юные буеристы страны. Об успехах в Польше все тут, вся буерная делегация, они прям все в восторге в таком, и они пишут много слов поздравления, и ему это нравится. Это увлечение с детства, он с шести лет занимается яхтой, а буер – это как бы на подразделение яхтяное. Антон со следующего года перейдёт уже на старшую возрастную категорию, поэтому Приморец уже скоро начнёт подготовку к предстоящим теперь уже не первенствам, а чемпионатам мира и Европы. Максим Яковлев, Евгений Апарин. Новости спорта на восьмом. Сумы приходится конкретно на Приморье. Кневмония в Приморском крае за один месяц унесла жизни десяти человек. С начала текущего года зарегистрировано около трёх тысяч заболевших. Наибольшее количество отмечено в городах Владивосток, Находка, Уссурийск и Арсеньев. В ближайшее время ежемесячную доплату к заработной плате в размере 10 тысяч рублей начнут получать молодые врачи. Единовременную выплату размером не менее 50 тысяч рублей при рождении первенца получат молодые приморские мамы в возрасте от 18 до 25 лет. Владивосток попал в топ-5 самых романтичных городов России, популярных среди путешественников. Он уступил в этом звании лишь северной столице России. На сегодня это всё. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала, во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдёте все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чём-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Владивосток признан туристами одними из самых романтичных городов России. Но это до тех пор, пока гости приморской столицы не нырнули смазкой под воду в прибрежной полосе заливов. Подводные свалки мусора – как это по-нашему, по-человечески. Справедливости ради отметим, что варварское отношение к одному из главных богатств планеты – морю – явление не сугубо приморское, а повсеместное. Здесь даже французам крыть нечем. Среди резины и пластика вынуждены выживать представители морской фауны. Среди беспозвоночных осьминоги считаются одними из самых умных созданий. Те из них, что имеют постоянный дом, всегда содержат его в чистоте. Однако человек вынудил их сильно корректировать свои привычки. На рукотворные жилища морских обитателей смотрим все вместе прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами был Максим Дудников. Увидимся на восьмом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!